Вопрос, зачем это к высокоорганизованным кускам материя, а к российской бюрократии это вопрос, почему. Не прошло и года с начала специальной военной операции, когда верховного главокомандующего дошла такая информация о том, что не все у нас так идеально, как об этом рапортует Министерство обороны. Наша же демократия заключается в игнорировании мнений общества, а не в подчинении. Начихательные интересы России, начихательные интересы наших партнеров, мы будем действовать в интересах наших врагов. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Кто-то из «Единой России» решил побороться со студенческой проституцией. Признаков того, что это государство образумится, нормализуется, я, честно говоря, не вижу. На 10 января вроде как назначено очное заседание Совета безопасности. Может быть сейчас, после несостоявшегося перемирия, будет сказано, ну уж теперь-то мы, понимаешь, руки наши развязаны и вперед-вперед. Что вы обсуждаете? Знаете, для того, чтобы дать команду вперед, не нужно заседание Совета безопасности, да еще и очного, достаточно одного телефонного звонка главнокомандующего. Что касается очного заседания, мне это категорически не нравится по очень простой причине. Если верить официальным роликам, официальным словам о том, что у нас Владимир Владимирович был все это время в карантинной изоляции, то у него не сформировался иммунитет. Это очень опасно. То есть одно дело, мы с вами. Мы с вами ходим по улице, мы с вами цепляем заразу, мы с вами болеем омикроном, мы с вами болеем гриппом. Наш организм вырабатывает иммунитет. Если вы сидите в закрытом помещении, да еще и вакцинировались, не дай бог, по-настоящему, то ваш организм вырабатывает, не вырабатывает иммунитет обычный, а он вырабатывает то, что медики, ладно, не будем про медицинские темы говорить, а то забанят на ютюбе, но в общем и целом это реально опасно для здоровья. Ну, может быть, они, конечно, две недели все сидят на изоляции, но все равно это опасно для здоровья, просто опасно. А это, ну, как бы придворная медицина со времен Чазова является крайне опасной сферой, да еще со времен, на самом деле, со времен дела врачей. Это я говорю как человек, да, я не родственник, которого был как раз кремлевским врачом и был чуть не единственным, кто избежал посадки. Вот, поэтому это очень тяжелая тема, но, вы знаете, это будет послезавтра. Те, кто надеется на изменения к лучшему, пусть надеются. Посмотрим, посмотрим. Наше видео выйдет как раз во время этого. Те, которые верят в то, что власть вот-вот одумается, они производят странные впечатления все последние 35 лет. Ну, таких на самом деле очень много. Таких очень много. Надежда умирает последняя, в России еще больше 140 миллионов живых, как говорят. Так что есть куда умирать. А что касается вот этих высказываний Пушилина, Гурулева, Кадырова. То есть, вроде Владимир Владимирович без разницы там манипулирует им, ему советчики какие-то советуют. Но Владимир Владимирович-то дает отмашку перемирия, а его группа поддержки говорит, а мы не согласны. Ну и по итогу сообщается о том, что там боестолкновения продолжались, и тот же Солидар продолжали брать потихонечку. Ну, слушайте, у нас же, извиняюсь за мой французский, демократия. У нас то, что я поддерживаю президента, не означает, что я являюсь чем-то романом. И если президент делает, с моей точки зрения, глупостью, люди об этом говорят в вежливой форме, в корректной форме, но они об этом говорят, и это нормально, с моей точки зрения. Турбо-патриоты, которые визжат, что вы должны... Ну, вообще для современной России это не свойственно абсолютно. Ну, понимаете, когда человек делает глупость, которую понимают только экономисты, это одно. А когда человек делает глупость, которая оборачивается трупами, и военные это понимают хорошо, это другое. Другая цена вопроса. Другая скорость возмездия. Окей, хорошо. Следующая тема... Я говорю глупость, это очень оптимистичный взгляд, но я ничего понимать. Следующая тема, которая непосредственно образом вытекает из предыдущей. Тут Андрей Турчак, один из руководителей ДИНА России, который теперь после поездки в Китай еще возглавляет какую-то специальную комиссию по вопросам обеспечения спецоперации, он вдруг высказался, да, вы знаете, у нас все еще очень много проблем, связанных с обеспечением у нас там, со связью проблемы, с этим, с тем проблемы. И как раз Владимир Владимирович дал поручение Шойгу подготовить к 1 февраля новый доклад о том, как там у армии со снабжением. И тут, понимаете, меньше месяца остается, и Турчак говорит, а проблемы-то не решены. У вас есть предположение, это зачем сделано было? Вы понимаете, вопрос, зачем это к высокоорганизованным кускам материи, а к российской бюрократии это вопрос, почему? Ну, не прошло и года сначала специальной военной операции, когда верховного главокомандующего дошла такая информация о том, что не все у нас так идеально, как об этом рапортует Министерство обороны. Соответственно, в лучших традициях он дал поручение разобраться тому, кто информацию скрывал. Дальше, возможно, два варианта. Вариант первый, хороший. Когда человек наказывает, по итогу его прямой лжи или по итогу его честного доклада о том, что он все завалил, это вопрос другой. И вопрос, вариант второй, когда человек рапортует все замечательно, его за это награждают. Мы это увидим после 1 февраля. Опять-таки, я надеюсь, что у нас где-то кто-то в вашем разуме, но мы все за последние 35 лет знаем, что надежды на российскую государственную власть оправдывались один раз во время правительства, например, о коммунской коммун. Все остальное время на ней не оправдывалось. Это было полгода. Из 35 лет, если кто-то, 36 лет, если кто-то забыл. Дальше. Товарищ Турчак увидел, что возникли сомнения. И он как бы встроился в струю, как грамотный пиарщик. Молодец. Молодец. У него нормальный пресс-секретарь. Надо, кстати, фамилию узнать. У нас не так много специалистов. В этой сфере. Пошли слухи о том, что, мол, возможно, готовится отставка Шойгу. Вы в это не верите? Знаете, слухи идут давно. И когда мы имеем ситуацию столь качественного управления армией, какой демонстрирует товарищ Шойгу, и такого массового презрения к нему, которое мы видим в рядах прорванных сил Российской Федерации, я не могу воспроизвести ни одного его прозвища, который ему, так сказать, никоторым не рассказывают люди, которые там сприкасаются с участниками боевых действий. В этой ситуации такие слухи объективно неизбежны, но наша же демократия заключается в игнорировании мнений общества, а не в подчинении мнений общества. Тогда что такое вообще демократия? Ну ладно. Демократия — это власть демократов. Если кому-то Гайдар это не объяснил в 92-м, так я напоминаю. Да, тогда мне было 4 года. Я, слава богу, прогулял этот урок. Михаил Игнатьевич, посольство Соединенных Штатов Америки объявило о том, что готовится возобновить и интенсифицировать свою работу на территории Российской Федерации. Они говорят, что они собираются вновь выдавать россиянам визы в США. И для этого надо в три раза увеличить штатную численность посольства по сравнению с тем, что есть сейчас. Что они тут собираются делать? Они собираются вести разведывательную подробную работу. Они собираются организовывать здесь Майдан. А если они хотят выдавать визы, то смею вас завидовать, что той численности американских дипломатов, которые сейчас находятся в американском посольстве, достаточно для бесперебойной выдачи исков. Нужно просто переориентировать из разведывательных отделов в консульские отделы. Все будет хорошо. Это отражение абсолютно невменяемости с моей точки зрения нашей внешней политики. Потому что в свое время выслали большое количество наших дипломатов. Мы на это ответили. Тогда мы не будем выдавать вам визы. При этом они сократили численность дипломатов, которые выдавали визы. Оставили в неприкосновенности, как я понимаю, всех остальных. Наших заявлений о том, что у вас достаточно дипломатов, чтобы выдавать визы, не последовало. Потому что у меня ощущение, что наш МИД работает не на интересы России, а на то, чтобы не потревожить своих партнерах на Запад, не так ощущение. Я просто напомню, что мы до сих пор применяем санкции в отношении Северной Кореи, что производит впечатление абсолютно антироссийского действия. Серьезно? Серьезно. Я даже как-то этот момент этот упустил абсолютно. Нет, я несколько раз писал запросы в Аброгу на тему, может быть, мы как-то северокорейских рабочих допустим на свою территорию. С какой статью? Нет, это решение Генеральной Ассамблеи. Мы его поддержали. Начихательные интересы России, начихательные интересы наших партнеров. Мы будем действовать в интересах наших врагов. Естественно, он писал-то другими словами, с другими ссылками, но смысл был именно такой. Так что это даже не предательство, это маразм. Предательство – это слишком большой комплимент для этих людей. Это маразм. Это даже не предательство, это маразм. Очень похоже на знаменитую фразу «это хуже, чем предательство, это ошибка». Нет, это хуже, чем преступление, это ошибка. Да-да-да. У нас… Знаете, назвать это предательством, значит, сделать людям незаслуженный комплимент. Это маразм. С моей точки зрения, конечно, я могу ошибаться. У них, наверное, другой подход к этим проблемам. Знаете, когда МИД мне пишет в официальной суду, или в официальной бумаге пишет, что мы не можем объявить Украину как государство террористической организации. Ну, логика была простая. Государство – это организация. Мы не можем объявить террористами как государство, можем объявить как организацию. Потому что тогда мы не сможем выполнять свои обязательства в рамках Устава ООН по обеспечению территориальной целостности и неприкосновенности. Хотя, с другой стороны, когда смотришь сейчас на политику российского государства, да, мы ведем войну на территории Российской Федерации. На территории регионов, которые мы включили в состав Российской Федерации. А там, где мы зашли на территорию Украины, которая признает российский мир, мы оттуда вышли и вернулись на государственные границы 91-го года. Понимаете, в общем-то, государственная политика осуществляется в рамках этого бреда и безумия, который другой заместитель господина Лаврова, который отвечает на мои запросы, категорически опровергает. Мы поднимем еще один интересный вопрос. В Китае вспышка коронавируса. Множатся фейки по этому поводу, распространяется тревожная информация. Один фейк даже я успел в новости включить, добавить в ежедневный обзор. Так вот, ряд стран, например, Таиланд, уже возобновляют проверку ПЦР-тестов, вакцинации и справок о том, что ты переболел, если вы хотите прилететь в Таиланд. В Европе заговорили о том, что надо проверить, как мы вообще готовы к новой волне коронавируса. Очень опасный назвали под вариантом микрона Кракен. В Америке тоже об этом заговорили. У нас, говорят, ничего не обнаружено. И по логике того, как это вообще выглядит, как это происходит, я напомню, у нас летом уже пытались возобновить массовую вакцинацию, закончилось тем, что вакцинировать заставили кого-то там Росгвардию, сотрудников метрополитена, водоканала, то есть крупных таких, связанных с государством, организаций и учреждений. Михаил Игнатьевич, но если мы предполагаем, что те же американцы собираются здесь шатать режим, представляете, какой идеальный взрыв общественного недовольства, если детей отправят на дистанционочку, в торговые центры ввести вход только по QR-кодам? То, что уже было. Но еще и на фоне спецоперации, Михаил Игнатьевич, как вы относитесь к такому варианту развития событий? Ну, если будет такой вариант развития событий, то эта власть будет не жалко, которая на это пошла. Это просто будет не жалко. Я в феврале месяце говорю, что ни одно государство не может воевать на два фронта, в том числе одним из которых является фронт со своим собственным народом. Если посмотреть социально-экономическую политику, это по-прежнему война на уничтожение. Если к этому добавится медицинская политика в стиле коронавирусия, ну, что-то можно сказать. Тогда эту власть будет не жалко. Просто не жалко. Это называется дооснование. Я думаю, что это прекрасно понимают те, кто руководят через Всемирную организацию здравозахоронения нашими одичалами, которые сейчас мечтают о новых миллиардах и не рублей на очередные жидкости. При этом, в общем-то, люди уже увидели, что и висекция, она никак не влияет на здоровье в позитивном стволе. Скорее, влияет на здоровье в негативном стволе. Уже как бы прошло время, уже люди это наблюдают уже конкретно. Понятно. Михаил Геннадьевич, в Республике Беларусь узаконили цифровое пиратство. Теперь там официально можно пользоваться любым программным обеспечением сколько душе угодно. Вы предлагали это многие годы. Говорили, что если, например, в Крыму организовать свободный интеллектуальный офшор, свободный от каких-либо обязательств по авторским правам, к нам подтянутся мозги со всего света. Так и не сделали. А Батька Лукашенко делает. Понимаете, разница между политикой Батьки Лукашенко и, вернее, президентом Лукашенко, извините, и одичалами отечественной сборки заключается в том, что Лукашенко служит своему народу. Ну, скажем так, изо всех сил старается служить своему народу. Так, как он понимает его интересы. А вот непереводимая игра слов. Обратите внимание. Он старается служить не уничтожению своего народа. Он старается служить не ограблению своего народа. Он старается служить своему народу. Разницу можем наблюдать в политике Лукашенко и в политике значительной части российского руководства. Ну, простой вопрос. Сколько белорусов погибло в ходе военных действий? У нас, по-моему, последние данные за июль месяц. Что-то в этом духе. Хорошо. Тогда надо затронуть и этот момент. Ваши ожидания по поводу продолжения мобилизации? Знаете, я не знаю, что они будут делать. Я могу сказать, как я бы делал. Я бы не объявлял мобилизацию и его проводил. Вот, грубо говоря, у нас есть механизм, который может обучить в месяц столько-то человеку. Вот столько-то человек в месяц призываю. Если бы я участвовал в принятии решений, то на Украине уже бы не было мостов, не было бы железнодорожного сообщения, не было бы электричества. Это тоже нужно зафиксировать. Да, нам вроде бы говорили, что удары по электросетям, по подстанциям и по электростанциям как раз позволяют отключить в том числе железнодорожный транспорт, потому что для электровозов нужно электричество. Но, тем не менее, продолжаются поставки вооружений и сейчас передаются дополнительные партии боевых машин пехоты, гаубиц, самоходных артиллерийских установок и всего остального. Почему до сих пор, на самом деле, не разнесли железнодорожные пути, мосты? По двум причинам. Во-первых, для того, чтобы... Это достаточно сложная задача в содержательном плане. В мост нужно попасть, согласитесь. Поэтому для отечалов, которые способны только заниматься пиаром и репрессиями, эта задача может быть непосильной. Снижать. Ну, понимаете, мост же маневрирует, постоянно меняет свою эксплуатацию, прибегает с места на место. Уклоняется от удара. Второе, если есть зерновая сделка, если есть разговор про мячные сделки, если было Стамбульское соглашение, о котором мы, кстати говоря, так и не знаем, в чем его заключалось. Мы этого не знаем. Мы имеем какие-то там невнятные слухи. Официально нам ничего про это не говорили. Но предательства никто не отменял, простите. Если называть вещи своими именами. Правда, опять-таки, возвращаясь к тому, что я говорил ранее, это комплимент. Может быть, никакого продательства нет, есть просто маразм на биологическом, на медицинском. И иногда это возникает именно такое впечатление. Но это уже к следователям или к медикам. Они специалисты, они могут разобраться. Это к специалистам, говорит Михаил Геннадьевич. Понятно. Подняли вопрос о стипендиях. Почему у студентов такие крочные стипендии? Давайте их сделаем хотя бы на величину мрота поднимать. Это кто же поднял, прости господи. Ну, наверное, Справедливая Россия и Делягин. А. Ну, просто я удивился, что, может быть, кто-то из Единой России решил побороться со студенческой проституцией. Ну, что ведь на самом деле смысл лишать студентов возможности существовать на стипендию, а реальный смысл – это развитие студенческой проституции, которому в той или иной форме наслаждается огромная часть правящей тусовки. Огромная часть. Включая руководство высших учебных заведений, некоторых формулированных это предкорректно. И я уж подумал, что Турчак выступил против этого, что называется, дошло до рарафов. Но если вы меня цитируете, ну что, что-то поделаешь. Михаил Геннадьевич, каковы станции, что такого рода законопроект о повышении стипендий пройдет? Ноль. С моей точки зрения ноль. Кто же откажется от молодого мяса из этих руководителей, прости господи. Но, с другой стороны, ведь это же требует еще и борьбы с коррупцией, потому что в ряде вузов просто откровенно ты без взятки не можешь нормально сдать экзамены и зачеты. И если у студентов гарантированно будет эти же 16 тысяч рублей в месяц, соответственно, умножаем на полгода. Ну не 16 тысяч рублей в месяц, прожить на 16 тысяч рублей нельзя. Даже в общаге, так что прожиточный минимум должен быть реальный, чтобы можно было прожить хотя бы в общаге. Но все равно, господи, значит взятки увеличатся. Это не связано. Это не связано. Значит просто увеличатся взятки, увеличатся стоимость зачета. В коррумпированных вузах. Это вещи не связано. Для бизнесменов надо убрать гласные и негласные запреты на занятия государственных должностей. Дать им право избираться в Совет Федерации и Госдуму, считает Олег Дерипаско. Именно от них зависит, как скоро в России наступят положительные перемены. И бизнесменов надо уравнять в правах с другими группами, артистами, патриотически настроенными журналистами и силовиками, заявил миллиардер. Михаил Геннадьевич, у нас бизнесмены что, не допускаются в Госдуму? По-моему, там их очень даже много. Дерипаско имеет в виду, что их можно сохранять, что можно не переписывать имущество на жену, а непосредственно участвовать в управлении. Но товарищ Дерипаско выступает, по сути дела, по лагетам коррупции. Я не знаю, понимает ли он, что он сказал, может и не понимает. Но смысл его высказывания напоминает мне высказывание господина Попова, который говорил Харитонович, который в начале 90-х сказал, что нужно узаконить коррупцию, просто чтобы чиновники официально получали откат с каждой заключенной ими сделки, с каждого госзаказа, чтобы они получали это открыто, официально, и будет вам счастье. Ну, в случае Дерипаски, это, вероятно, в случае Попова, это было, скорее всего, отчаяние, потому что он, вероятно, полагает, что даже конченые коррупционеры будут управлять Россией лучше, чем нынешние одичалые блатные феодовцы. Я понимаю это отчаяние, но я не разделяю этой идеей. Михаил Игоревич, а реально, вот где сейчас брать кадры? Бизнес не может стать кузницей кадров для... Бизнес давно уже стал кузницей кадров. Огромное количество людей из коммерческих структур пришло в госуправление, приходят постоянно. Не могу сказать, что меня радует их, так сказать, восприятие реальности, но они, по крайней мере, способны понимать, что объективная реальность существует. Ну, по крайней мере, многие из них понимают, что объективная реальность существует. Выпускники всяких ранхиксов это в большинстве случаев не понимают. И в шее. Выпускники в шее, это, конечно, звучит. Выпускники в шее. Нет, ну, понимаете, когда-то высшую школу экономики звали... Высшая школа экономики. Потом их звали в шее. Потом их звали в вышка. А последние годы три или четыре их зовут в шее. Михаил Игоревич, ну реально, вот где брать кадры? Где брать людей, которые... Их же нужно там десятки тысяч. Вы знаете, потребность рождает функцию. Если у вас есть задача перейти от воровства к управлению... Да, управление, созидание более сложная задача. Но еще есть пожилые специалисты. А есть 50-летние специалисты. В достаточно большом количестве. Есть молодые, которые хотят работать и не хотят воровать. Они оказались в ситуации, когда в них не было возможности воровать. Не были допущены к пирогу. И они, многие из них даже не понимают, как это устроено. И они будут вполне добросовестными специалистами, если их немножко поднатаскать. Да, это вернется большим количеством чудовищных ошибок. Но, опять-таки, потребность рождает функцию. Пока нет потребности, нет функции. Сейчас пытаться готовить специалистов для созидания бессмысленно. Это примерно то же самое, что готовят сейчас специалистов для выращивания капусты на Марсе. Все будут понимать, что это бред. А в Дагестане тоже специалисты не нужны. Там у них все и так хорошо растет. Ну, вы понимаете, строительство космических кораблей или гидроэлектростанций, или даже ремонт канализации – это более сложная задача, чем выращивание капусты в том месте, где ее выращивали столетие. Со времен империи Сасанинов. Окей, политолог Марат Баширов, довольно раскрученный в Телеграме. Время было. Вот и почитал последние отчеты о деятельности антимонопольной службы ФАС. Надо пересматривать целеполагание агентства. Не в кассу сегодня погоня, то за энергетиками, то за сотовиками, то за транспортниками. Да, эти дела в основном случившиеся по факту до спецоперации, но согласитесь, что нормальное течение бизнес-процессов, всех, всех без исключения экономических субъектов, нарушено после 24 февраля. И общая политика правительства нацелена на помощь и выживание бизнеса. Антимонопольная служба, как и народное упрямое пятно, пытается взыскать и динамить, идя после проигрыша в нижних инстанциях в верхние или организуя новые, сдувая пыль с прошлогодних дел. Михаил Геннадьевич, антимонопольная служба должна заткнуться или что? Нет, вы знаете, на самом деле все наши нарушения общего ведения бизнеса, на которые сетует господин Баширов, сразу видно, что он политолог, не имеющий к экономике никакого отношения, как раз вызвано лютым произволом монополия. Ну, простая вещь. У нас автомобили продаются в стране по таким ценам, как если бы они покупались бы за границей по курсу 120 рублей за долг. Особенно те из них, которые полностью производятся в России. Там есть какая-то одна марка «Лады», «Грант», по-моему, которая полностью производится в России. Вот даже она продается по таким ценам, как будто она куплена в Китае по курсу 120 рублей за долг. Так что здесь товарищ Баширов ставит все с ног на голову. У нас главная проблема в том, что антимонопольная служба не имеет реальных полномочий, является органом, который может только пищать и плакать. Но это очень позитивное, на самом деле, заявление, потому что оно свидетельствует о том, что монополисты, который... Он же не сам это сказал, с моей точки зрения. Он выражает какую-то позицию. Не только его. То есть монополисты озабочены тем, что антимонопольная служба мешает им грабить страну и разрушать потребителей. Вернее, грабить потребителей и разрушать страну. То есть антимонопольная служба при всем отсутствии реальных полномочий, при всей его пьющей пассивности, при всей клинической импотенции, у нас отчитывался руководитель антимонопольной службы, вышел такой товарищ с бородкой и рассказывал непонятно что. То есть вычленить смысл из его слов было крайне затруднительно. Но при этом, даже при этом, даже эта ничтожность, так сказать, пыль на государственной шестеренке госуправления, она начинает создавать проблемы для произвола монополия. Это хороший момент. Монополисты озабочены тем, что антимонопольная служба выполняет свои функции. Я не замечаю, чтобы она выполняла свои функции. Но если монополисты озабочены, значит, что-то она делает правильно. Еще одна новость из этой же оперы о взаимоотношениях государства и корпораций. Госбанку ВТБ, похоже, разрешат умыкнуть часть Фонда национального благосостояния, оплатив с его помощью, с помощью его средств, размещенных на депозите в банке, свою доп. эмиссию акций. Акции получит государство, но сколько они будут стоить на рынке при доп. эмиссии в 302 миллиарда рублей, большой вопрос. Это называется докапитализация банка. То есть, если, грубо говоря, государство просто передает ему деньги. Возможно, что эти деньги будут направлены по-хорошему, как это делается, эти деньги направляются на инвестиционные проекты. У нас в Фонде национального благосостояния есть некоторое количество облигаций инфраструктурных государственных банков, которые выпущены для финансирования тех или иных инфраструктурных проектов. Это не самый лучший способ. Способ финансирования инфраструктурных проектов через декапитализацию, то есть, через прямую передачу денег в обмен на акции, это вообще не хороший способ, потому что слишком много денег и пойдет на административные нужды, на нужды, не связанные с этими инфраструктурными проектами. Но это лучше, чем ничего. Кроме того, возможно, в ВТБ какие-то проблемы. Он тут банк открытия приобрел только что. А учитывая эффективность менеджмента банка открытия, по моим ощущениям, как пользователь, хуже открытия только в ВТБ. Так что они нашли друг друга. Окей, Михаил Игоревич, пройдемся по международной повестке. Байден заявил, мой экономический план работает. Мы наблюдаем переход к устойчивому и стабильному росту, о котором я говорил в течение нескольких месяцев. Нам еще предстоит поработать, чтобы снизить инфляцию, помочь американским семьям, испытывающим нехватку средств существованию. Но мы движемся в правильном направлении. На самом деле вышел очень позитивный отчет американских статистов по безработице, по инфляции и так далее. Рынки рванули вверх. Какой успех, Михаил Игоревич. Американских статистиков и статисты, это все-таки разный смысл, хотя в реальности они часто совпадают. Значит, ну, на самом деле, обрушение глобальной депрессии, как обрушение великой депрессии, идет нелинейно, идет восстановление. Это с одной стороны. Насчет того, что все хорошо. А все плохо, просто изыскиваются внутренние резервы для временного удержания ситуации. Что касается того, что политика Байдена успешна, да, она абсолютно успешна, только не в том, о чем говорит Байден. Ну, грубо говоря, вот первобытное племя грохнуло мамонта и жрет его мясо. Пока мясо не кончилось, в этом первобытном племени все зашелись. Первобытное племя Соединенных Штатов Америки грохнуло мамонта под названием Европа и жрет его мясо. Европейские корпорации в ужасе бегут перед дорогой энергией, хотя она подешевела, ниже 750, по-моему, долларов за кубометр упала, кубометр газа упала цена, но все равно запретительно, запретительно дорого, так уж по-хорошему. Это плохо для спекулянтов, но промышленность значимого улучшения не ощутила. Поэтому все бежит. Все бежит, поскольку наши одичалы к развитию и демонстрируют способности. Могла бы половина убежать к нам, на самом деле, все бежит в Америку. Что-то бежит в Латинскую Америку, что-то бежит в Мексику, что-то бежит даже в Африку, я уж не говорю про Юго-Восточную Азию. В основном в Америку. Америка собирает урожай европейской молодежи, Америка собирает урожай европейских капиталов, Америка собирает урожай европейских технологий. А то, что все это некуда, продукцию всего этого некуда будет продавать, она с этим столкнется чуть позже. Сейчас у них все хорошо, и Байден, да, Байден молодец. Байден имеет основания, как политик, который ориентируется на краткосрочную перспективу, он имеет право собирать урожай, у него все хорошо в шоколаде, молодец. Корея, северная и южная, там у них опять дроны-беспилотники летают, их сбить не удается. На Карабахе конфликт, все еще этот коридор... Слушайте, может, мы беспилотники в Северной Корее будем покупать, раз их не удается сбить? Может быть, Михаил Ильич, а может, мы там их и покупаем? В Северной Корее, мы у них покупаем станки с числовым программным управлением, мы им в 60-е годы поставили заводик в производство таких станков, сейчас мы у них эту продукцию покупаем, потому что это передовая продукция на нашем уровне. Вот, это наглядная демонстрация мощи северокорейской промышленности, северокорейской науки, северокорейской техники. То, что если страну свою не грабить, а развивать, туда будет успех, ваш беспилотник, южные корейцы не смогут сбить даже американским оружием. Все правильно? Все нормально. Карабах. Между Индией и Китаем опять какие-то терки. Израиль, Ирак, Худит и Афганистан с соседями. Сербия, Михаил Игоревич, вот эти горячие точки в наступившем году. Давайте разделим. Давайте разделим. Так. Есть то, что связано с нами. То, что американцы, Байден украл везеренского англичан, что он украл самым циничным образом, вывезя на военном самолете американских ОВС, я объяснив ему, кто теперь хозяин его, а это кража англичан. Англичане в бешенстве. Что должны делать англичане, чтобы показать свое неудовольствие американцам? У них только одна возможность форсировать глобальный кризис. То есть, они сейчас будут форсировать нестабильность везде, куда они могут дотянуться, особенно вдоль границ России. Я боюсь, ну, скажем так, мои знакомые аналитики просто со второй половины января боятся обострения и в Закавказье, и в Средней Азии. И, кстати... То есть, это Карабах и... Карабах, то, что связано с влиянием радикального исламизма на Среднюю Азию. Киргизия, Таджикистан, это вопрос открытый. И, возможно, Казахстан. Возможно, там тоже что-то будет происходить. Потому, что официально это продолжение политики удушения России разжиганием конфликтов по ее границам, а реально это удар по американскому влиянию соответствующих регионов. Потому, что пока все в порядке. Американцы платят деньги на американское влияние. А когда все в беспорядке, англичане дают боевиков и как бы все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. В этой ситуации Злата – это Штаты, а Булат – это Англия. Поэтому, когда льется кровь, это Английская влияние. И дестабилизация ситуации передает контроль за этой ситуацией от американцев на личном. А Россия в этих условиях только будет сидеть и терпеть. А вы включите ролик и посмотрите последнее выступление Шойгу. Не важно, какое вам понравится. Или последнее выступление Лаврова. Вам еще больше понравится. Россия и Китай стали рекордсменами по накоплению и скупке золота. Если англичане и американцы сейчас устраивают, скатываются в глобальный кризис, депрессию и так далее, золото будет ли являться мерой всех вещей? Это выгодный, выигрышный курс? Или наоборот, сейчас нас ждут обнуление всех старых активов, в том числе и золото? Нет. Золото не обнулиться, потому что есть некоторый базовый психологический рефлекс. Я, правда, не очень понимаю, как это Россия скупает золото. Может быть, на Биулину сломали. Это откуда данные, что Россия скупает? Российское государство скупает золото. И российские граждане скупают золото. Это разные вещи. Как я понял государство, сейчас я найду. Тогда это очень хорошая новость, потому что на Биулина проводила политику последние три года, когда Financial Times пишет о том, что русское государство скупает золото. По оценке Всемирного Совета по золоту, страны закупили 673 тонн золота, причем за третий квартал 400 тонн. Рекорд с начала публикации ежеквартальных отчетов в 2000 году. Это какие страны закупили? Это Россия и Китай. А, две страны закупили? А сколько из них закупила Россия, сколько из них закупила Китай? Существенная разница. Я сейчас найду вам деталь. Может быть, Китай закупил 398 тонн, а Россия закупила? Но это лидеры, крупнейшие покупатели золота. Тогда это очень хорошая новость, потому что Набиумин удалось сломать в третьем квартале, потому что до этого была политика однозначная, причем она публично объявлялась, что если вы хотите производить золото, продать золото по честной рыночной цене, а не по грабительской, то вы должны только с большой скидкой, только по грабительской цене, нам золото не нужно вывозить его из страны. И вывезли там, называлась цифра 600 тонн золота, по-моему, за полтора года, за первое. А дальше уже никто не считал. И если эта политика сломана, то, слава богу, есть какие-то здравые силы в российском государстве, которые способны повлиять даже на политику Банка России. Что касается в целом отношения к золоту, я считаю, что это правильно. Другое дело, что, может быть, идет речь не о покупке государством, а о покупке гражданами бизнеса. Потому что, когда отменили НДС с покупки золотых слитков, народ, в общем-то, пошел золоту давать сил. Вот здесь пишут, это уже с сайта Коммерсант, я читаю. Россия нарастила закупки золота у своего бизнеса, который столкнулся со сложностями из-за санкций. Россия производит около 300 тонн золота в год. Ситуация в чем? Российский Запад перестал покупать наши золота, что стало возможно продавать золото только в арабский мир, в Китай, в Индию, а там наверняка со скидками. Это та же ситуация, что с нефтью, не перестали признавать наши клеймы наших афинарных заводов. И, может быть, поэтому государство продавили на скупку золота, но в этом случае все равно это очень хорошая новость. Все равно хорошая новость, потому что в условиях нестабильности нам же показали, что любая валюта это резаная бумага. даже если она существует в виде электронной записи на счетах. И в любой момент это может быть отменено. А золото не отменят. Золото это золото. Окей, Михаил Иганович, за последние 10 дней за время праздников огромное количество было опубликовано разного рода прогнозов. В прошлую нашу беседу мы успели обсудить прогнозы Дмитрия Анатольевича Медведева о том, как он себе представляет наступивший 23-й год. У вас какие главные тенденции вы ожидаете от наступившего года? Знаете, я уже очень давно не пью, поэтому на прогнозы в стиле Дмитрия Анатольевича Медведева я, наверное, не способен. Но прогноз очень простой. Или государство от стратегии разграбления, разворования, разрушения России перейдет к ее созиданию, это будет болезненно, это будет неприятно, это будет довольно смешно на первом этапе. Или это государство рухнет. Вот, наверное, главное, с чем я смогел в 2023 году. Признаков того, что это государство образуется, нормализуется, я, честно говоря, не вижу. Но я знаю о нем значительно меньше, чем я знал, когда я не был депутатом, потому что депутатов сложно посадить, поэтому со мной перестали делиться внутренней информацией. Поэтому я, наверное, очень многих вещей просто не знаю. Но выбор очень простой. Это будущее России определиться в этом году. Будет это 1917 год, или будет 1931 год. Дорогие друзья, это был Михаил Геннадьевич Делягин. Подписывайтесь на YouTube-канал Неделягин, который мы поздравляем с набранными 100 тысячами подписчиков. Спасибо. Хотя он не имеет никакого отношения ко мне, мне это очень приятно. Подписывайтесь на Telegram-канал Делягин Спешл, подписывайтесь на мои ресурсы, ставьте лайки, это помогает распространять информацию. Михаил Геннадьевич, до новых встреч. Счастливо, всего доброго.